МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА24. В студии Инноклаян я вам расскажу о главных событиях дня. Чаданская котельная, которой сейчас подключено более девяти зданий, устарела и не выдерживает нагрузку. Ознакомившись с состоянием социально важного объекта, в Рио главы ТУВА Владислав Хавалык дал поручение модернизировать котельную. В материале Айданы Хавалык. В этом году в Айданы Хавалык. За 42 года в центральной котельной города Чадан они производили капитального ремонта. Изношенное оборудование не выдерживает нагрузки. Современный один котёл может заменить все пять старых. Из двух инженерных коммуникаций одна является наиболее изношенной, и именно по ней имеются теплопотери. В зданиях в конце теплотрассы температура в 40-градусной мороза едва достигает 18 градусов, при норме 22-24 градуса тепла. За один отопительный сезон старая котельная расходует более 600 тонн каменного угля. При новых котлах и теплотрассе расходы намного сократятся. Организации и потребители платят за тепло. На эти средства закупается уголь и выплачивается заработная плата работникам. На расширение средств нет. Обслуживающая организация ООО «Сантехник» заменить самостоятельно изношенное оборудование котельной не может, так как это муниципальная собственность. В нашей котельной работают шесть кочегаров, один бухгалтер и директор. Кочегары работают по два человека в три смены. Дополнительно предоставляем горожанам платные услуги сантехника, чтобы привлечь средства в свою организацию. Модернизированная котельная по задумке должна одна заменить все другие. Ведь такие социальные объекты города, как школа, детский сад, администрация, имеют свои котельные, что, во-первых, загрязняет воздух, а во-вторых, экономически нецелесообразно. Брегу главы дано поручение нам, Министерство топливной энергетики, рассчитать, рассмотреть возможность газификации данной котельной. Сейчас советником главы совместно с нами, Минтапоэнерго, как раз идет расчет газификации города Козылы. И в рамках данных работ провести финансо-экономическое, то есть технико-экономическое обоснование, расчет по газификации данной котельной. После котельной Владислав Ховалык посетил Зунхемчикский межмуниципальный медицинский центр. На территории районной больницы около 30 небольших корпусов. Большинство из них непригодны для эксплуатации, но расходы на содержание зданий остаются на балансе больницы. Зунхемчикский межкужонный медицинский центр в основном был построен в 1930-х годах, поэтому бревенчатые здания уже обветшали. Например, детское соматическое отделение, это здание, оно сильно, обветшало, там потолки местами провисли, поэтому нуждаются, скажем так, в замене. Как вариант, мы хотим предложить заброшенное здание санэпидемстанции, бывшие два года назад она заброшена, но технически в наиболее лучшем состоянии. Поэтому мы, Владислава Тавровича Тавровича, предложили перенести данное отделение на базу данного здания. С его стороны попросили поддержки, так как земля всё-таки собственность федеральная. Поэтому, если возможно, то передать нам на баланс, если нет, то хотя бы лет на пять в аренду данное здание получить до постройки больничного комплекса. Кадровый вопрос решается через программу «Земский доктор». В этом году выделено по 1 миллион рублей единовременно для четырёх докторов. Это два акушера-гинеколога, анестезиолог, реаниматолог и офтальмолог. На стациональном лечении у нас сегодня 90 пациентов. Это 20 из них дуберкулезные койки и 70 – амесовские. В инфекционном отделении на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции лечатся 8 пациентов. На амбулаторном лечении находится 27 из них 8 являются детьми до 18 лет. В основном дети 5-летние и 6-летние. В прошлой неделе мы получили лицензию для открытия новой прибольничной аптеки. До этого у нас аптеки не было. Для замены технического оборудования центральная котельная Чадана и инженерных сетей требуется более 4 миллионов рублей. Профильным ведомством и руководителям в Рио-Главы Владиславом Хавалыгом дано поручение ускорить строительство новой межмуниципальной больницы в Дзунхемчикском Кожуне. Айдана Хавалыг, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува-24, Дзунхемчикский Кожун. В Туве продолжается массовая вакцинация. Участницы национального конкурса «Красоты Дангана» изъявили желание привиться и призывают к этому всех жителей республики. Напомним, что в городе козыли 8 привычных пунктов. На самом деле я давно хотела поставить привыкку, но не было времени. Но благодаря этому конкурсу появилась возможность спасать детей. Я считаю, что вакцинация – это единственный способ защитить себя и своих близких. Напоминаем, что по информации регионального Минздрава на 7 июля выявлено 130 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 109 человек. Вакцинация регистрирована первым компонентом 69 897 человек. Полный курс вакцинации прошли 51 898. На территории Республики Тува в течение трех недель наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Суточный прирост заболеваемости в Туве превышен по сравнению с российскими показателями в два раза. В целом за неделю зарегистрировано 632 случая. Наиболее поражаемая группа является от 30 до 59 лет. Затем группа 65 плюс и от 18 до 29 лет. На сегодняшний день необходимо сказать, что в связи с тем, что у нас коэффициент распространения РТ на территории нашей республики в течение уже двух недель остается высоким. То есть более 0,8. На втором этапе рекомендуемая норма у нас находила до 2,2 РТ показатель. И сегодня он равен 1,4 за прошедшие сутки. За прошедшие сутки у нас зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных случаев. Это только по COVID. Отдельно у нас идет статистика и по обращаемости в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями. По поводу коечного фонда. В Туве на 6 июля развернуты дополнительные 1340 коек. 240 коек из них покаженным звеньем. Пациенты начнут поступать на кочные места уже сегодня. В спорткомплексе имени Ивана Ерыгина все условия созданы. Подведен кислород, есть необходимое оборудование, лекарственные препараты. И все это в достаточном количестве. Жители Тувы будут меньше платить за электричество. На ходе переговоров в правительстве России в Рео главы Тувы Владиславу Хавалыгу впервые за много лет удалось добиться снижения энерготарифа для юридических лиц, предпринимателей и населения республики. Как льготный тариф позитивно отразится на жизни людей, выяснила Алденк из Буян. С 1 июля от 15 до 28% снижены тарифы на электроэнергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такая значительная поддержка по законам экономики за счет снижения расходов должна положительно отразиться на всех сферах жизнедеятельности региона. Для юридических лиц тариф на 1 июля до принятия льготного тарифа составлял в среднем 8 рублей 21 копейку за киловатт в час. Льготный тариф сейчас будет ниже, а чем ниже расходы на ведение бизнеса, тем доступнее услуги и дешевле продукция для потребителей. Очень хорошая новость на самом деле для предпринимателей, для конкурентной среды. После того, как будет понижено на 30%, мы будем платить уже 14 тысяч за месяц или 140 тысяч за год. Эти деньги позволят нам понизить стоимость, выплатить где-то зарплаты побольше, лучше сотрудникам. А может и новых сотрудников у нас экономленные деньги привлечь, чтобы расширить производство. Благодаря тому, что льготный тариф распространяется и на бюджетные организации, часть денег, которые высвобождаются из федерального бюджета в связи с снижением тарифа, направят на субсидирование оплаты электроэнергии для населения. В среднем экономия для обычной семьи может составить до 800 рублей в месяц. Я же индивидуальный предприниматель, мне тоже очень хорошо, что снизили электроэнергию. Можно снизиться за аренду. С 1 июля максимальный тариф на оплату электроэнергии для населения снизится на 36 копеек и составит 3 рубля 65 копеек за киловатт в час. Для населения, проживающего в городе, в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также сельского населения, снизится на 25 копеек и составит 2 рубля 55 копеек за киловатт в час. А для населения также тариф снижается временно исполняющим обязанности. По истории Республики Това, голосов, товаршедшим холлогом принято решение. Часть денег, которые освобождаются в связи с снижением тарифа по электрической энергии для юридических лиц, это имеется в виду бюджетные учреждения, школы, садики, соответственно, освобождаются деньги, получается экономия в бюджете Республики Това. Эти деньги принято решение направить на снижение тарифа для населения. Расчеты специалистов показывают значительную выгоду как для населения, так и для предприятий. К примеру, для цеха по переработке молока экономия средств после снижения тарифа составит более 90 тысяч рублей в год. На сэкономленные средства предприятие может приобрести дополнительную технику. А в пищевой промышленности региона функционирует более 30 таких предприятий. С 1 июля потребители получат квитанции, где будет указан льготный тариф. Ранее до 1 июля для всех потребителей, проживающих в частном секторе на твердом топливе, кто отапливался, тариф составлял 3,82. С 1 июля этого года постановление в декабре было утверждено, и тариф должен был быть составлен 4,01. На сегодняшний день, 30 июня, принято постановление о льготном тарифе, и тариф составит 3,65. Для потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, также в сельской местности, ранее до 1 июля тариф составлял 2,67. С 1 июля должен быть тариф 2,80, и льготный тариф, который установило правительство с 30 июня, будет составлять 2,55. Для крупных организаций региона снижение тарифа будет еще ощутимее. Сейчас специалисты энергосбытовой компании проводят работу по расчету стоимости потребленной электроэнергии по новому, сниженному с 1 июля тарифу. В конце июня в дежурную часть пункта полиции в Туране обратился за помощью 65-летний Чабан, который пояснил, что с его стоянки из сейфа было похищено 2 ружья. В считанные дни злоумышленник был задержан на оружие изъято. Как это было в материале Сайгына Бирбю. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что путем взлома замка металлического сейфа из него были похищены глазкоствольное и нарезное оружие. Кража огнестрельного оружия немедленно была поставлена на особый контроль. До сих пор не утихло эхо стрельбы в казанской школе. Кто знает, где могут всплыть краденые оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 226 Уголовного кодекса Российской Федерации хищения оружия. Опросив потерпевшего, полицейские установили, что за несколько дней до кражи он принял на путь у помощника по хозяйству, который пропал в день совершения преступления. Сотрудники полиции были ориентированы на установление личности и местонахождение подозреваемого в хищении оружия. Установив личность подозреваемого, а им оказался 32-летний житель Пехенского, окажу над Туранским оперативникам, оставалось только определить его местонахождение. При содействии патрульной постовой службы он был задержан в Кызыле. На допросе злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что нарезное ружье продал за 9 тысяч рублей своему знакомому, который проживает в Левобережном дачном обществе города Кызыла. Гладкостроенное оружие у него приобрел житель Левобережного дачного общества за 5 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного уродска были найдены недобросовестные покупатели, которым пришлось выдать похищенные оружия. В их отношении также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Сайген Бирбю, Мирана Иргит, Тува-24. С 28 июня на базе Тувинского строительного техникума начала работу Республиканская приемная комиссия. Прием документов в конкурсном отборе идет от абитурентов по целевому обучению и консультации о наборе всех выпускников не только этого года, но и прошлых лет. Как проходит прием документов, расскажет Алдынк из Буян. Несколько выездных приемных комиссий принимают документы будущих абитурентов в Тувинском строительном техникуме. Айхирил Хуракпан после 11 класса получил красный диплом по специальности столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Сегодня он пришел сдать документы в приемную комиссию в Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию и надеется, что поступит на бюджетную основу. Куда ты поступаешь? Поступаю на ваше агроинженере. А почему именно туда? Я интересуюсь техникой. Что предусмотрено для студентов по бюджетным местам в Кузбасской сельскохозяйственной академии, рассказала Надежда Старикова. Они получают стипендию, они получают социальную стипендию, если в ней нуждаются. Они получают, если они получают социальную стипендию, то первые два года они еще получают повышенную социальную стипендию. Они получают стимулирующую стипендию, если они участвуют в творчестве, в спорте, в науке, в общественной деятельности. Это волонтерство в частности. Ну то есть, если ребенок учится хорошо, получает стипендию и участвует где-то еще, он получает от 15 тысяч рублей в месяц. А жилье? Да, у нас есть общежитие девятиэтажное в спальном районе города Кемерово. Также здесь можно получить консультацию выпускникам прошлых лет. Им расскажут, как поступить и какие документы нужно сдать для получения образования. На сегодняшний день большинство заявок традиционно в медицинские, экономические, юридические и педагогические вузы. Для удобства населения также организована выездная группа. Буквально вчера выездные представители нашей комиссии работали по приему заявок, по оказанию консультации в Айтайгинском, Барунхемском гажоне, в городе Акдовраке. Завтра они будут, сегодня они работают в Абюрском гажоне. Также планируется выезд в Тоджинский гажон. Для тех ребят, которые не смогут доехать в Пызыл, там же мы постараемся принять их заявление, чтобы без выезда наши абитуриенты поступили в учебные заведения. Шесть разных учебных заведений принимают документы. Завтра к ним присоединится комиссия Сибирского федерального округа. Как сообщил первый заместитель министра образования и науки Республики Това Владимир Монгуш, в этом году целевых мест гораздо больше, чем обычно. В отличие целевого обучения от предыдущих лет. Если предыдущие до 2019-2020 года, такие целевые наши абитуриенты из Республики Това участвовали среди только абитуриентов из Республики Това. То есть пять мест для Республики Това в каком-то учебном заведении. Наши участвуют в этом конкурсе. Начиная с прошлого года, такие правила приема, образовательные законодательства внесены изменения в том, чтобы конкурс будет проводиться среди всех таких целевиков со всех субъектов Российской Федерации. То есть места увеличены? Да, количество мест также увеличено. Но здесь наши дети участвуют в конкурсе среди всех целевиков со всех субъектов нашей Родины. Заключить договоры о целевом обучении можно по адресам В Центр управления регионом поступила жалоба на некачественное питание в новом перинатальном центре. Пищеблок современного учреждения внепланово посетил Айдын Сарыглар, заместитель министра здравоохранения. Подробнее в сюжете Даяна Датсюрюна. Пищеблок – это целый комплекс специально оборудованных помещений. Наш путь начался с горячего цеха, где происходит непосредственно готовка пищи. Большие кастрюли, паровые установки и специально оборудованные столы стоят после приготовления обеда. По проверке документация, и вот эти мы все залы посмотрели, и хранение продуктов посмотрели, достаточный объем продуктов, ассортимент продуктов. И, в общем-то, я считаю, что все соответствует. Этажом ниже расположен склад пищеблока. Здесь поддерживается температурный режим. Большие контейнеры с крупами соседствуют с мешками, уложенными по палетам. Здесь, как несложно догадаться, также складируются мясные и молочные продукты, но уже в складского размера холодильниках. Ну и сейчас будем пробовать обед перинатального центра. Значит, речь у нас имеется салат овощной с мясом, потому что роженицам полагается питаться высококалорийной пищей, скажем так, белковой. Давайте попробуем. Потому что в соцсетях говорили, что еда плохого качества, она невкусная, есть ее невозможно. Очень даже вкусно. Салат свежий. Хранение продуктов и их приготовление – это только часть процесса. Важнейшим этапом является соблюдение всех установленных законом и Министерством здравоохранения Российской Федерации норм. Все показатели и меню записаны в документах, заведует которыми диет-сестра. В общем, по оборудованию, все плиты, пароконвекторы, котлы, пищеблоки перинатального центра – здесь все оборудование, можно сказать, новое, 2017 года, 2017 года. Состояние хорошее, качество уборки здесь соответствует нормам. Вопрос питания является одним из важнейших, если человек задумался о своем физическом благополучии. Поэтому Министерство здравоохранения пристально следит за качеством пищи, которая готовится в медучреждениях республики. На календаре 7 июля. Среда, сегодня Иван Купала. Одновременно это славянский праздник в честь летнего солнца и церковный день рождения ее на предчете. На эту же дату в древности приходился языческий праздник Ивана Купала, день летнего солнцестояния. До христианских времена на праздник жгли ритуальные костры, через которые затем прыгали. Также устраивали массовые купания. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова